Здарова, чуваки! Это незапланированный гайд по Dead Cells, незапланированный гайд, видос, хотя я бы не назвал это вот прям гайд, гайд. Это забавное наблюдение того, как можно использовать гвоздь, который был добавлен в патче Все в сборе. Вообще, не помню номер, но суть в том, что с помощью этого гвоздя можно нехило так навешать десницы, я бы даже сказал унизить этим оружием, вот. Благодаря его уникальной механике прыжка, ну те, кто играл в Hollow Knight, они знают, что гвоздем можно отталкиваться от ловушек, от мобов. Вот, и мем в том, что десница очень забавно реагирует на это. Вот, очень забавно реагирует на это, мы сейчас посмотрим. И в довесок я поясню за другие штуки, которые у меня экипированы. Начнем, наверное, с мутации, это казнь. Казнь, чтобы, ну, чуть быстрее замес закончить, да. Кровь, чтобы доты вешать. Схема, чтобы, ну, там, какой-то урон накидывать за жонглирование оружия и скиллов. Не то, чтобы это сверхэффективно, да, и это и не важно, потому что гвоздь как бы справится. Вот, осколки, чтобы контролить, магнит собирать гранаты, чтобы, ну, не получать дэмэдж. Если вы хотите в No Damage, а это цель этого видоса, вот. Если у кого-то, там, проблемы, выбивание без урона, кто хочет, там, ачивку, для них я посвятил этот видос. Хотя, я думаю, ветераны и без, ветераны до целоса и без этого гайда справятся, что уж там. Возможно, еще новичкам поможет, новичкам, которые, там, первой-второй клетки стволовой. Вот, так вот, билд, да, то есть гранаты мы собираем магнитной гранатой, темная сила, чтобы буститься, чтобы буститься и чувствовать себя ок. Вот с этим мы сейчас и затраим. Сейчас покажу, как это работает вкупе. Все. И заодно покажу стратегию, как нужно себя вести, чтобы не получить урон. С этим билдом. В общем, вот. Соль в том, чтобы прыгать ему на голове. Как видите, он ведет себя не очень адекватно. Он ломается. Это было... Очевидно, что это было не очень сложно, да? О, ломается. Вот так вот Была опасная ситуация С флагами, которые я не законтролил Но в целом В целом, как видите Десница ломается Ломается под гвоздем Главное-главное Сохранять позиционирование То есть Умело запрыгивать на платформы И отталкиваться От десницы гвоздем Чем интенсивнее вы жмете ЛКМ Тем быстрее и лучше Вы отталкиваетесь, имеете ввиду Осколки тоже не забывайте использовать В общем, как гранаты И темную силу А не как я только что Я правда Ну, как обычно, забыл Про свой арсенал Я настолько увлекся Вот этим платформингом Что забыл, что У меня есть как бы арсенал Который я собирал Весь этот ран Ну, ладно Что важно знать Важно знать, что Проблема Выбивания этой ачивки Это, конечно же, маршрут К деснице Потому что гвоздь Он не одинаково эффективен На всех боссах Допустим, на привратнике По идее Тоже можно прыгать Можно делать это эффективно Но поскольку Он обмазывается аурами Вас будет станеть Вас будет станеть Поэтому Лучше Скипать привратника Если вы решили Гвоздем пройти И пойти, допустим Конъюнктивус Его легче контролить Гвоздем Потому что У вас есть прыжок С ударом вниз А вверх Удобно Ну и гиганта Тоже удобно Этим убивать В целом Универсальная штука Хотя на хранительнице Мне неудобно с гвоздем Потому что криты Реализовать трудно Она очень подвижна Поэтому Вот Для новичков Рекомендую Наверное Да не только для новичков Через конъюнктивуса Хранительницу Слэш гиганта И уже к деснице Вот так На аренах Гвоздь себя отлично показывают Поэтому На аренах С мобами У вас проблем не будет Тут есть еще одна проблемка Возможно Кто-то не умеет Прыгать Да Отталкиваться гвоздем К тому же Гвоздь нужно еще найти Но В патче Все в сборе Когда добавили Этот гвоздь Все Весь этот арсенал Который добавили Он находится По большей части В тюремных камерах На респауне За исключением Пару скинчиков Но Речь же не о скинчиках Так В общем Вы находите гвоздь На респауне Точно не знаю С первой клетки Это оружие Там спавнится Или с нулевой Изначально Вот этого я вам не скажу Но Точно могу сказать Что они в тюремных камерах Вот И если у вас Проблемы С платформингом Зайдите На тренировочную Зайдите в тренировочную комнату И там Там попробуйте Поотталкиваться От мобов Вот Пожалуй Это все Пожалуй Это все Я все рассказал Все важные штуки Надеюсь Видосы в дальнейшем будут Вы уж простите Я Я Отдыхал Я взял довольно долгий отпуск Длительностью в пару лет Тем не менее Тем не менее Возможно Через какое-то время Я что-то еще выпущу Не обязательно Что-то в старом формате Вот такой видос Импровизационный Он Мне даже больше подходит Больше заходит Вот Поэтому Вот так Все Не буду душнить Трайте Трайте Учитесь И Добивайтесь Успехов Продолжение следует... Продолжение следует...